День российской печати Мы рады, что станция переливания крови активно отреагировала и встретила нас так радушно Быть донором не подвиг, а норма, считают врачи Регулярные кровоотдачи приучают организм быстрее восстанавливаться после кровопотери Но стать донором может только здоровый человек Обязательные условия – возраст от 18 лет, вес от 50 кг и местная прописка, либо справка об эпидокружении Я всегда говорю, что кровь не счет из крана, как ваза, поэтому, естественно, ее запасы надо возобновлять И, само собой, разумеется, кровь могут давать только здоровые люди Само собой разумеется, что эти люди приходят, дают ее, и мы пополняем тем самым банк И из этого банка, соответственно, кровь поступает, точнее, компоненты крови поступают, так сказать, в наши пациенты Также перед донацией необходимо соблюсти несложную диету, не пить алкоголь за 48 часов и не курить за час до процедуры Противопоказания есть как постоянные, так и временные В принципе, полезно человеку сдавать кровь для обновления ее состава И по секрету скажу вам, знание о том, что после новогодних праздников вы пойдете сдавать кровь Оно как-то держит и дисциплинирует, заставляет держать себя в руках, дисциплинирует Ты не переедаешь, не употребляешь ничего вредного Собственно, я готова Прежде чем отдать свои 450 мл крови, на месте нужно пройти обследование у терапевта Заполнить анкету и сдать лабораторный анализ Последний занимает около пяти минут и дает объективную картину состояния вашей крови На этом этапе донора могут вернуть обратно, например, при слишком низком гемоглобине И только пройдя все подготовительные этапы, добровольцы попадают в зал для сдачи крови Я много лет работаю журналистом, неоднократно писала о том, что центру переливания крови требуются новые доноры И поэтому я думаю, что это какой-то мой мизерный, но посильный вклад в то, чтобы спасали людей Собранные от сдачи крови деньги журналисты передадут центру поддержки диких животных Так что плоды акция принесет не только людям, но и братьям нашим меньшим Помните, даже если вы подготовились к донации по всем правилам Во время переливания можете почувствовать недомогание головокружения Или даже ненадолго потерять сознание При регулярных донациях организм привыкнет к кровопотере и ухудшения состояния не будет Павел Половов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды Редактор субтитров А.Семкин